Всем привет! С вами Юля. И сегодня я хочу снять видео об итогах за март месяц. Март месяц у меня в принципе был достаточно вышивальным, рукодельным. Не могу сказать, что прям супер. Но есть какие-то итоги, какие-то продвижения, что-то есть. Но в марте месяц у меня не получалось снимать видео, потому что видео я в основном снимаю на выходных. А выходные были заняты различными делами. То гости, то встречи, еще какие-то дела всегда находились. И поэтому, в общем, март по съемке пролетел. И, скорее всего, и в апреле тоже у меня не получится снимать видео. Будет видео сейчас об итогах за март, видео о планах. Ну и, конечно же, отчет по совместному проекту «Райский сад». Но если что-то еще будет получаться, я буду тоже снимать видео, показывать. Но пока не знаю, что получится. Итак, давайте посмотрим, что же у меня она вышивалась за март месяц. Во-первых, хочу показать вам финиш марта месяца. Это набор от «Тэй Гувернюр» монограмма. Данный набор мне дарила Ольга Луковая. Ну, не только этот набор, еще там были разные наборчики. Я его сразу начала, вышила буквально чуть-чуть, что-то повышивала и все. Дальше он отложился и никак не мог встроиться в ротацию с моими процессами. Ну, все как у всех. Всего много, всего хочется. Глаза заведущие, руки загребущие. Размер работы 22 на 27 сантиметров. Данная работа у меня вышивалась в рамках совместного проекта «Райский сад». Ну, а также участвовала в нашей игре ВКонтакте. У нас есть игра «Две рулетки». Первая рулетка нам выбирает процесс. Вторая рулетка нам выбирает число крестиков, которые нужно вышить в течение недели. И у нас очень такая гибкая игра, немного дается по вышивке. До 2000 крестиков может выбрать рулетка. Это посильная, в общем-то, ноша для каждой рукодельницы за неделю 2000 крестиков. Вот. И вот так вот в игре потихоньку-потихоньку часто выпадал этот процесс. И он у меня стал шустренько отшиваться. Завершился. И так как последнее задание было такое масштабное, 2000 крестиков, я и эту работу смогла завершить. Плюс еще мне нужно было начать еще одну работу, чтобы выполнить норму. Итак, по этому процессу. Процесс очень легкий, приятный. Да, здесь есть местами часто смена нитки. Где-то по 2-3 крестика. Но, в принципе, очень такой несложный, приятный процесс. Схема немножко сложная, потому что здесь она вроде бы как отрисована от руки. И есть похожие значки. Так, здесь где-то значки у нас. Нет, они не здесь. Они где-то были в другом месте напечатаны. Ну, не важно. Тут уже все не зачеркнуто, чтобы считать крестики. Не покажу. Ну, я думаю, что многие знают, какие бывают схемы. Здесь, в общем-то, схема была не очень удачная. Похожие значки. Хотя значков-то мало, цветов всего около 30. А значков похожих было много. И приходилось, конечно, внимательнее вышивать. Часто я путала вот голубенький с красненьким. Ну, уже потом сориентировалась. И дальше процесс пошел. А вначале как-то было непривычно. Вот, как только моя работа перевалила за половину, вот здесь, дальше уже все вышивалось очень быстро. Потому что самая большая концентрация крестиков, конечно, вот в этой области. А здесь уже все так разбросано, разбросано. И все поменьше было по количеству крестиков. Также вышила свою буковку Ю. Не совсем удачно, может быть, она у меня разместилась. Можно было бы ее сделать чуть-чуть повыше, немножко левее. Ну, так тоже очень симпатично. Я, в принципе, как бы так по схеме считала, считала. У меня все получалось. Ну, вот как-то так чуть-чуть она у меня впритык здесь вышилась. Можно было бы чуть-чуть сделать повыше. Но это не критично. В целом мне нравится. Симпатично получилось. Единственное, что по схеме предлагалось... Вот видите, здесь два цвета. Темно-розовый и светло-розовый. Вот этот окантовочный цвет предлагалось сделать зеленым. Но вот даже по обложке здесь точно не зеленый. Видите? Странно, почему там был зеленый, какая-то опечатка. В общем, я выбрала два цвета, которые мне нравились. То, что как бы показано на обложке, и вышила вот темно-розовый и темно... Ну, и такой красный, да? Как окантовочку. Как вышивала на рамке, так и оставила. Мне, знаете, было очень приятно любоваться. Не все же сразу убирать в рулон наши все вышивки. Я ее поставила, и она вот так у меня стояла на столике. Я любовалась этой вышивкой. Но сейчас, скорее всего, после этого видео я уберу все-таки в рулон. Я ей уже насладилась, налюбовалась. Освобожу раму. Сюда уже что-то можно начать. Да, нужно уже придумать какой-то новенький старт. Все-таки апрель, апрель у нас уже пришел. Сегодня 4 апреля, воскресенье. У меня уже есть старты, но еще хочется стартов. И, кстати, об этом будет у нас отдельное видео. Вот. Поэтому полюбовались, посмотрели. И отправляется вышивка, скорее всего, в рулон. Я очень довольна результатом. Мне все понравилось. Быстро, легко, комфортно, классно. Вот. Единственное, что здесь мне не хватило... Здесь мне не хватило трех ниточек. Да. Так как здесь часто меняется нитка, то часто оставались такие, ну, хвостики, да. Как бы и не маленькие, и не большие. Я не люблю собирать эти хвостики. Обычно их выкидываю. Ну, только в редких случаях собираю. Если там нитки Dimensions, либо еще какие-то редкие нитки. Адамы, из которых у меня много, я их выкидываю. Ну, не люблю я вышивать хвостиками. А здесь, наверное, было все очень так экономно рассчитано. И поэтому мне не хватило трех цветов. Немного, буквально там по ниточке, по две, чуть-чуть не хватило. Я нашла эти цвета. Я, конечно же, дошила, нет проблем. Но вот расчет здесь такой, знаете, в аккурат. Нет запаса. Поэтому имейте в виду, если будете вышивать данный дизайн. Вот. Я думаю, что с этой работой мы и разобрались. Это первый финиш марта месяца. Мне прям приятно и классно, что у меня все получилось. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, дальше хочу показать вам финиш. Еще один финиш. Это набор фирмы Приолис. Вот такие вот бычки. Три изделия. Магниты, три теленка. Вышивка на пластике. Этот наборчик мне подарила Марина Филиппова, моя рукодельная подруга. Она у нас активная участница во всех наших СП. Также помогает в организации, в группе ВКонтакте нашей, вышивая вместе. Вот. И в этом году она мне прислала в подарок вот такой наборчик. Это бички от Приолис, как я и сказала, вышиваются на пластике. Десятого каунта. Ниточками, шерстяными ниточками в три нити. Так, ищу где планшетки. Ищу планшетки. У меня здесь столько всего. Вы себе даже не представляете. Собрать все-все-все, что было, происходило за месяц, это непростая задача. Так. И сегодня я снимаю в новом для меня месте. Тоже не очень привычно. Ну, как-то буду осваиваться. Посмотрю, где мне больше нравится вышивать, снимать здесь, либо в другом месте, где я у себя снимаю. Вот. Света сегодня маловато, уже темнит. Как-то пока собралась, уже и день прошел. Вот. К бычкам вернемся. Вот такие три бычка у меня вышились. Достаточно быстро. Утро я их вышивала. Ну, буквально там, в каких-то промежутках, когда монтировала видео, что-то делала. А утром, перед работой, когда у меня было там 5 минут, и я ждала мужа, либо что-то еще, я потихонечку по одной, по две ниточки вышивала. И они быстренько, как бы легко и непринужденно сами вышились. Здесь у нас используется 8 цветов. Мне всего хватило, но на планшетках полностью у меня ушли 3 цвета. Они ушли, потому что, потому что, наверное, когда вышиваешь в трините, остаются большие хвостики, там же 3 ниточки, поэтому вот был, ну, может быть, не очень правильный расчет. Хотя мне всего хватило. Абсолютно всего хватило. Просто 3 цвета ушли полностью под корень, и я там дошивала на одном бычке, там прям под хвостик у меня эта ниточка ушла. Но всего хватило. Есть здесь бэкстич, он, в принципе, несложный, хотя в некоторых участках он был несчетный. Я обратила даже на это внимание. Думаю, как же можно вышить несчетный бэкстич на пластиковой основе. Вот такая маленькая недоработка, хотя все это очень быстро, ну, как бы, находится решение и нет никаких проблем. Тоже я как бы все это вышила. Есть здесь также пришивные элементы, ну, такие простые колечки. Одно идет в ухо, а второе в носик. Вот эти два бычка, они вроде бы такие повеселее, а это такой грустненький сидит. Обиженный подарка не дали. Ну, какой-то он расстроенный почему-то получился. С обратной стороны вот такой фетр, он был в наборе. Его нужно было пришить, но также рекомендовалось и приклеить. Я его приклеила быстро, просто и надежно. Также нам предлагали сделать сюда магнит, вклеить, были вложены магниты. Я не стала клеить магниты, потому что я на холодильник все равно вешать их не буду. И эти бычки у меня находятся в моей цветочной клумбе. Я вам сейчас покажу мою клумбу. Вот, такая вот прелесть и красота. Я их очень полюбила. Ну, и пока они у меня находятся в моей клумбе вазе, я вам покажу сейчас эту мою клумбочку. Вот это второй финиш марта месяца. Быстрый, легкий, непринужденный. Так, ну, переходим к моей клумбе. Я так назвала вот эту мою организацию, эту вазу. У меня есть несколько бескорню, небольшая коллекция, но даже то, что есть, мне хочется, чтобы все это меня как-то радовало, находилось на виду и не знало, как это все организовать. Я хотела купить, знаете, такие большие вазы, как бокалы, и туда складывать все вот эти вот вышитые мелочи. Но нашла на работе вот такую неглубокую, широкую вазу, тоже для декора, и подумала, что на этот год мне точно хватит. Пока я тут навышиваю, ее заполню, потом уже я буду себе искать, не знаю, большую вазу, но нравятся мне эти маленькие штучки. Итак, давайте все посмотрим, что у меня здесь находится. я вам покажу все по очередности. ну тут салфетка, в общем, вот. Начнем вот с этой бескорню, это не итог этого года, не месяца, ну просто она там лежит, и я хочу немножко показать, что у меня в моей клумбе, что там у меня выросло. Так, это бескорню от фирмы, по-моему, это Марья Искусница, если я не ошибаюсь. Покупала давно, вышивала с огромным удовольствием, меня покорила вот эта пуговица божья коровка, когда увидела, просто влюбилась, и прям, знаете, это, ох, скорее срочно вышить эту божью коровку, эту бескорнюшку. Яркая, красочная, классная. Единственное, я здесь, так как это первая была работа, я промахнулась со сборкой. Я оставила вот такие большие края, нужно было, наверное, ее подсобрать, чтобы она вот, вот так вот у меня получилась, вот такая, чтобы она была попышнее, поменьше, чуть-чуть такая, вот. И можно было не пришивать бисер, но он был вложен в набор, и я решила, ну, я его пришью, и получился у меня вот такой вот цветочек, вот, по существу, не совсем форма, как бы, тыковки, полянки, но такой цветочек, яркий, большой, с обратной стороны, вот так, здесь пуговичкой, все перетянуто ниточкой красненькой, две вот такие счетные иголочки, мне их дарила Валерия Сарачева, вот такие вот две, такие тут камушки красивые, они сюда вот как раз подошли, мне кажется, хорошо смотрятся, вот, и это без корнишка у меня даже стиралось, потому что, когда мы делали ремонт, мы как-то ей так досталось, пыль, и мне пришлось ее постирать, ну, несмотря на все это, она очень хорошо, в общем-то, держит и форму, хорошо набита, я ее и люблю, вот, одна такая штучка, красивая, дальше, без корню с бабочками, я думаю, многие ее знают, многие ее вышивали, после того, как я показала, ну, свой подбор, мне присылали фотографии, вышивали девочки в разных комбинациях по цветовой гамме, я вышивала ее, знаете, вот, просто открыла, какие нитки у меня были в ПНК, я взяла и просто их на глаз подобрала, и вот такие у меня получились бабочки, бусинку тоже нашла, ну, такое, знаете, что было там из запасов, вот, такие тут маленькие бабочки, красивые, красотки, и здесь у меня две классные иголочки, мне их дарила, подарила Марина, Марина Шматкова, у нее группа ВКонтакте, она делает аксессуары, мои очки, всякие такие штучки, вот эти иголочки, они у меня любимые, с изумрудами, шикарные, они у меня вот на этой бескорню живут, либо они часто живут на коте, у меня там кот, если вышитый, черный кот, но пока вот так, вот, дальше, вместе с бабочками вышивалась вот эта бескорню от Риолис, маки, ой, она такая позитивная, такая яркая, такая вот весенняя, девочки, классная, у кого есть это бескорню вышивать, она классная, классная, правда, вот, очень вдохновляющая, и здесь новые иголочки, это я купила вот недавно у Марины, буду вам показывать в конце видео покупки, вот там были вот эти иголочки, и они как раз у меня к этой бескорню, ну, может еще какой-то, сюда можно ставить одну, и к какой-нибудь еще, вот, можно сердечку, ну, пока я еще не навышивала много, поэтому по две, вот так, по богатому, дальше, это итог марта, это вообще моя гордость и любовь, бескорню от Риолис, называется рассвет, это вышивка на Лугане, крестиком в одну ниточку, через одну нить переплетения, сложная работа, очень она такая, знаете, кропотливая, миниатюрная, сразу ее сложно вышивать, нужно привыкнуть, глазам настроиться, но получается шикарно, посмотрите, с обратной стороны, как классно проработано, здесь золотая у нас ниточка, ну, металлик, простите, металлик, бисер, все так изящно, такие уголочки красивые, как все, прям, ну, такая тонкая, красивая работа, единственное, я здесь не прошивала бисер, но не нравится мне на стыках, я люблю, вот, чтобы она как есть, и у меня здесь тоже есть такая иголочка, это подарок от рукодельной феи, но идеально сюда подошла, идеально, вот такая вот красивая, бескорню, нежная, шикарная, вот, и еще одна игольница, небескорнилная игольница, и финиш марта месяца, тоже моя рукодельная фея, которая меня вообще задарила подарками, вот, прислала мне наборчик, вот, ракушку от фирмы Риолис, я первый раз сделала такую игольницу в такой, ну, необычной форме, вышивка простая, но сборка оказалась совсем непростая, мне как бы было сложно, так, ну, давайте по порядку, вот, видите, вот то, что у нас по вышивке, вот так она смотрится, это игольница, здесь идет вышивка в три нити, полукрестом, ну, и много бэкстича, полукрестом я вышила вообще играючись, я не планировала ее завершать прямо в марте, думаю, ну, начну, пусть потихоньку будет такой процесс легкий, непронужденный, и когда начала вышивать, знаете, по вечерам, когда-никогда, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и она у меня просто моментально вышилась, ну, а потом нужно было вышивать бэкстич, ну, потихоньку стала вышивать бэкстич, тоже потихоньку вышился, как-то, знаете, вот все быстро и легко, а сборка уже, конечно, была посложнее, вот, вы меня не критикуйте, у меня не идеальная сборка, правда, я старалась, ну, как получилось, да, я не швея, с тканями, вот, по сшиву работать, конечно, не умею, крестики научилась вышивать красиво, но собирать еще не научилась красиво какие-то детали, вот, здесь нужно было сшить две стороны, но это чисто, да, с вышивкой, да, сшиваем мы, вырезаем, набиваем наполнителем, всего, кстати, хватило, много наполнителя, потом, пришиваем по краю веревочку, вот эту, крученую, кординг, я ее, наверное, сильно притянула, как-то она форма не очень у меня, получается, держит, но смысл ее той, что она должна закрывать сам шов, шов она закрывает, ну, прекрасно, нет каких-то, ну, я не могу сказать, что прям идеально все у меня выполнено, но я считаю, что, в общем-то, симпатично, и, в конце уже пришивается бисер, здесь, конечно, пришлось немножко потрудиться, вот так сказать, под напряжься, потому что бисер пришивается сверху и снизу одновременно, то есть нужно, ну, где вышивка указаны места пришива бисера, да, вот здесь вот такая вот бусинка и бисеринки, вот такие темненькие, а с обратной стороны пришиваем жемчуг, и нужно было, как бы, ровно пришивать, как мы здесь сидим, форму пришиваем, точно так же нужно было соблюдать форму с этой стороны, сначала мне сложно было выполнять вот эту форму, потому что, ну, иголка можно уехать влево, вправо чуть-чуть, да, смещается, и уходила, уходил у меня этот жемчуг, вот, но потом я приловчилась, и у меня все получилось, и вот с этой стороны тоже вот так у нас жемчуг, и большая жемчужина, видите, такое сокровище просто, вот она такая ракуша, ой, как мне нравится, смотрите, видите, сокровище, так, раз, сокровище, такая прям, такая прям, ух, какая хорошенькая игрушка, классная, я получила огромное удовольствие, кстати, вот этот шнурочек, нужно было пришить его, как бы, ручки вот сюда, ну, мне не понравилось, как-то, не знаю, может, у меня не получился хорошо шнурочек, и я просто его завязала бантиком, ну, всегда смогу развязать, и пришить опять сюда этот краешек, и будет у меня, вот такая веревочка, мне нравится с бантиком, мне вообще нравится такая-то штучка, видите, жемчужины, драгоценности, классная, пусть живет, пусть живет, вот здесь, и, кстати, мои бычки, они тоже живут в моей лесной поляне, вот так, все, друзья, вот они все, вот так вот, вот так стоит эта база, меня радует, ну, и здесь еще есть местечко, для несколько изделий, обязательно в этом году будут еще без корню, зигу-ку у меня есть, все будет, все сюда буду пока складывать, ну, а потом уже, наверное, буду думать о покупке, какой-нибудь такой большой фигурной вазы, чтобы собирать мои без корню, я поняла, что я очень сильно полюбила все эти такие маленькие штучки, так, это у меня три финиша, есть еще пол финиша, почему пол финиша, сейчас вы поймете, главное нам поместиться, главное нам поместиться, это очень сложно, так, попробуем что-то сделать с камерой, максимально, что я смогла сделать с камерой, вот так, да, я думаю, вот так, это моя миробилия, моя миробилия, моя невеста, я думаю, что мои зрители знают, помнят историю с миробилией, кстати, у меня такие внимательные подписчики, с очень хорошей памятью, я просто даже удивляюсь, помнят мои старые-старые процессы, какие-то начатыши, которые я не вышивала уже 3-4 года, они о них помнят, и спрашивают, что-то как-то, что я даже где-то в глубине души надела, что вы про них забудете, но нет, ничего не забыли, все помнят, и я думаю, что миробилию тоже вы помните, что она у меня завершилась в прошлом году, но у меня не хватило бисера именно вот на этот участок пояса верхний, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь чуть-чуть не хватило, и не хватило вот этих капелек и маргариток, я-то заказала на сайте 123stich.com, выгодно заказывать, потому что доставка дешевая, всего лишь 4 евро, но идет посылка долго, 2-3-4 месяца может идти, но я согласна ждать, потому что доставка дешевая, и это большой-большой плюс, кстати, для России тоже сделали сейчас доставку, ну, такую же дешевую, вот, и как вы видите, я сейчас натянула на обычный картон, мою миробилию, знаете почему? Потому что оформить пока я ее не могу, по двум причинам, у нас нет хорошего багета и музейного стекла, первое, второе, ну, куда повесить, я честно не знаю, убрать в рулон, мне жалко, но я столько труда потратила, такие дорогие материалы, хочется, хочется глазу насладиться уже готовой работой, не только процессом, поэтому я натянула на картон, и стоит у меня эта красавица на тумбочке прикроватной, вместе с, рядышком с этой моей вазой, и я любуюсь на эти крестики, на всю прелесть и красоту, и знаете, мне хорошо, сколько вот будет у меня желания любоваться, наслаждаться, я буду смотреть, когда надоест, сниму, и уберу в рулон, с обратной стороны, там двухсторонний скотч, совсем, совсем чуть-чуть, чтобы сильно не повредить края, но постараюсь показать вам поближе, надеюсь, вам будет видно хорошо, блеск, вот так постараюсь покрутить, сейчас так свет, лампа падает, все блестит, все переливается, что я докупила, докупила вот такие капельки, там раз, два, три, и купила вот эти маргаритки, они такие классные, эти маргаритки, они такие хорошенькие, вот они блестят, вообще бисера много, я помню, когда я ее покупала, у меня все со схемой, все оригинальные материалы, все-все, около 70 евро у меня получилось, представляете, и сейчас докупила еще материалов, она, конечно, дорогая, вот, вот так вот, такая красота, и у нее красивое лицо, сейчас постараюсь показать вам лицо, так, нужно немножко по-другому настроить камеру, ну, вот так максимально, я, как смогла, увеличила, потому что, ну, такой сейчас ракурс, не могу приблизить к камере, сделала в увеличении, хочу показать лицо, потому что лицо получилось достаточно красиво, симпатично, я очень переживала, я не хотела вышивать аппетитом, потому что основа сложная, мне здесь и крестик очень тяжело давался аппетитом, но для меня, конечно, было бы что-то неподъемное, и я вышивала крестиком по схеме, здесь крест, здесь много три четвертых креста, вот здесь вот по изгибу лица, по контуру, носик, где губки, в глазках, в общем, где вот эти все линии, есть три четвертые креста, и я все вышивала по схеме, когда все это было выполнено, и выполнен бэкстич, лицо приобрело все необходимые линии лица и тени, поэтому оно получилось живое, настоящее, симпатичное, бровки, губки, все красиво, я видела, почему я акцентирую на это внимание, если кто-то будет вышивать, я видела отшивку с аппетитом на лице, а лицо не такое красивое, видно, знаете, аппетит, он немножко тон нитки меняет, и получается, теряются вот эти вот линии, ну, это как бы мое такое мнение, конечно, смотрите сами, вот я вам показываю, может быть, кому-то это и не нравится, мне вот, мне очень понравилось, красивое получилось, девушка, личико, все хорошо, вот, ну, конечно, очень она яркая, много здесь всех, всех украшений, много всего, красивая, красивая, красивая работа, большая, вот, натянула пока на картон, пока пусть стоит, и меня радует, буду любоваться, вот так, сейчас, конечно, основа не очень правильно отсвечивается, из-за того, что он такой свет, очень направленный, но хочу показать вам просто бисер и этот блеск камней, на основу, вот так, лазуевского расстояния, не обращать внимание, нужно смотреть со стороны, со стороны все очень вот так вот, плавно, матово смотрится, вот, классно, классно, так, это то, что у меня по моим финишам, но давайте перейдем к процессам. Так, поехали по процессам, во-первых, хочу показать вам старт марта месяца, это набор фирмы Вирвака, яркие птицы, этот набор мне подарила также Ольга Лукова, она мне подарила там много разных наборчиков, над которыми я начала и тружусь, стараюсь их вышивать, конечно, сразу все вышить очень сложно, но потихоньку буду вышивать. Спасибо, Оля, большое за твое внимание и за прекрасные подарки, вот, как видишь, дружусь. Итак, размер работы будет 23 на 29 сантиметров, в наборе у нас была Аида, и эту Аиду я хотела заменить на равномерку, я искала в своих запасах равномерку, Линду, Леону подбирала, но вот остановилась все-таки на Лине, по-моему, это Пермин, Леон Пермин, да, 14-го каунта, он похож как Леон у Теи Монограмма, такой же жесткий, в его жесткости есть и плюс, и минус, во-первых, сложность в том, что нельзя сделать микрозакрепку, он такой очень, ну, дырчатый, наверное, да, не сделаешь микрозакрепку, но зато можно делать, закреплять нитку на лице, это удобно, и второе, то, что боковую натяжку очень сложно сделать, он такой жесткий, неподатливый, не мягкий, не натягивается хорошо, это основа, как-то не тяни эту раму, ну, нужно какие-то такие специальные прям приспособления придумывать, ну, на данный момент я не решила, что, как мне сделать боковую натяжку, те инструменты, которые у меня есть, ну, боковые натяжки, они сюда, никак мне не помогают, ничего не исправляют, но она жесткая, можно вышивать, ладно, это уже такие мелочи жизни, так, и давайте сделаю поближе, чтобы вы посмотрели, вот, вот, чтобы вам было видно, что у меня здесь вышито, в общем, данную, данную работу я вышиваю в нашем совместном проекте, прайский сад, напомню, цветы и птицы, все то, что я люблю, ну, а здесь, конечно же, вообще просто бомбический дизайн, здесь такие красивые птички, цветочки, ну, я долго на него облизывалась, и вот в этом году поставила прям в план, и звезды совпали, вышивается с огромным удовольствием, вот, здесь у меня на данный момент уже готово 40%, вышлется еще вторая птичка, вот здесь пару цветочков, и будет 50%, 100%, единственное, бэкстич я еще не выполнила, не сподобилась, пока, знаете, вот как-то не пришло ко мне вдохновение, чтобы сесть за бэкстич, наверное, нужно все-таки вышить вторую птичку, и тогда, знаете, я возьмусь, вышлю везде бэкстич, и все, и перемотаю, основу пойду вышивать дальше клетку и цветы, вот, еще раз покажу, напомню картинку, видите, вот нужно вышить птичку, два цветочка, и тогда будет у нас бэкстич, так, с этой работой я также играю в рулетку, и рулетка очень любит цветы, поэтому, видите, очень активно продвигаются эти процессы, что еще хотела отметить по данной вышивке, нормально вышивается, есть частая смена нитки, но не критично, и здесь у меня уже есть металлик, в работе используются три цвета, но не принесла нитки, уже ладно, не факт, вот, металлик от ДМС, три цвета, по ключу предлагается вышивать в две ниточки, я попробовала вышивать в две нитки, вот здесь внизу, и мне не понравилось, грубовато смотрится, я решила вышивать в одну нитку, хотя, может быть, так нужно было, чтобы было больше объема, но я в одну хочу вышивать, мне так больше нравится, изящный, тоньше, так, ну, по дизайну подходит, вышивается легко, удобно, очень хороший металлик, прям вообще никаких претензий, все очень классно, вот, смотрела я, смотрю на этих птичек, такое яркое, интересное оперение, все, думаю, угадаю, что за птица, очень похоже на лазаревку, прям очень, но с другой стороны, есть такие какие-то отличия, что ну не лазаревка, оперение, как у попугая, но не попугай, в общем, странная, странная здесь, странные птички, может быть, конечно, просто, это птицы, такие, из райского сада, фантазия, яркие, просто, просто птицы, вот, ну, как бы, ну не лазаревки, ну не знаю, что за птицы, в общем, вот такой у меня процесс, вышивается сейчас активно, очень хорошо, с настроением, и если так и пойдет, то в апреле он может завершиться, в общем-то, здесь ничего сложного нет, но я планов не ставлю, если не завершится, значит не завершится, главное продвигать, вот, процесс номер один, это стартный процесс, номер один, и переходим дальше, к другим процессам, так, зимние радости, от фирмы Dimensions, Design Dimensions, но у меня это сборка от магазина Клубок Желаний, начала еще в прошлом году, вот, ну, потихонечку вышиваю, большой дизайн, он не сложный, просто нужно время, а у меня много начатышей, все хочется вышивать, поэтому, как получается, так и продвигаю, но главное, что он у меня стоит в планах до конца года завершить, здесь больше 50% вышито, на 50% есть уже, полностью бэкстич, все стежки, все готово, и я приступила ко второй половине работы, с правой стороны, здесь у меня такой, поприличный кусочек вышит, а вот с левой стороны, я вышивала в этом месяце, по-моему, вот этот домик дорабатывала, вот здесь зелень, костел, на полукрест, тут что-то вот здесь, снег, вот эту дорогу, что-то тут вышивала, дерево, вот этот участок, ну и начала строить дом, вот, хочется продолжать строить дом, работа вышивается легко, приятно, нет никаких проблем с вышивкой, полукрестов, в 3, в 4, в 5 сложений, отлично, они здесь ложатся, на этой основе, девочки подобрали хорошую основу, она и плотная, в то же время эластичная, нет каких-то сложностей, с протягиванием, вот этих вот всех ниток, прям вообще закрепляются, они здесь хорошо, ну чудесная основа, я вообще очень довольна, этой сборкой, схема удобная, берешь, вот знаете, это набор, который берешь, и вот просто вышиваешь, не задумываясь, каких-то там сложностей, схему не видно, что-то нужно придумывать, продумывать, все очень-очень, очень классно, они делают сами перенабор, так, чтобы было почетче, значки все поярче, вот, и все хорошо видно, вышиваешь по бумажке, все классно, ну, извините, что показываю схему, но все равно, эти все схемы, все Dimensions, они всем все известны, вот, схема очень-очень классная, вот, немножко она у меня повышивалась, эта работа, рулетка ее как-то не сильно выбирала, но тем не менее, каждый раз, когда она выпадала, я старалась вышить чуточку побольше, ну, и даже если в апреле месяце не выпадет, я все равно буду продвигать, пусть по тысячу крестиков в месяц она будет вышиваться, ну, до конца года, потом я ее дошью, тут самое главное, вышить дом, сделать бэкстич, в небе много полукреста, там будет полегче, в общем, потихоньку буду ее вышивать, вот, такой классный, очень прикольный процесс, знаете, мне совсем, как бы, не сложно вышивать, зимний процесс, вот весной, летом, вышивается, вышивается, по чуть-чуть, классный, я вообще с него, мне очень нравится, классный, так, идем дальше, дальше, вот, а дальше у нас процесс сюрприз, большой сюрприз, это набор фирмы Джанлин, 4 сезона птиц, вот такой вот, на первый взгляд, несложный дизайн, птички там, всяко разно, люблю птиц, поэтому это мое-мое, это подарок от моей рукодельной феи, я когда получил этот наборчик, была очень рада, я думала, что это будет моя прям такая отдыхалочка, возьму и раз, и все, и вышью, как я люблю, и здесь не все так просто, во-первых, я здесь заменила Аиду на основу равномерную, австрийскую, обльхорна Ева, 28-й каунт, соответствует 14-му, вот, процесс участвует и в эсперайский сад, и также в рулетке, и когда он выпал в рулетке, я прям обрадовалась, сейчас я тут возьму, как все вышью, прям вообще, и начала с рамочки, вышивала, вышивала, потом перешла вот на этот сюжет, и знаете, я поняла, что я очень сильно ошибалась, этот дизайн очень-очень-очень-очень сложный, здесь много 3 четвертых креста, часто меняется нитка, прям вот 2-3 крестика, и 3 полу, этих 3 четвертых крестика, меняем ниточку, бэксич такой дробный, разноцветный, все такой вот, какой-то такой миленькой, миленькая, и вот если будете вышивать, девочки, ни в коем случае не уменьшайте каунт, это же вообще потом не вышить, тут столько деталей, тут такая прорисовка, ну, только 14-й каунт, и даже лучше линда 27-го, чтобы еще чуть-чуть побольше, чтобы все это было полегче, попроще, вот, вышивала сложно долго, у меня есть схема в саге, но там много ошибок, тоже нужно сверять, печатная схема очень мелкая, ну, в общем, вы понимаете, тысячу, тысячу, как бы, препятствий, но тем не менее, я продвигаюсь, почему-то у меня такое, складывается впечатление, что вот этот дизайн, он самый сложный, из всех четырех, не знаю, почему-то мне так кажется, мне кажется, вот летний, сойка будет вышиваться легко, осенний, ну, может быть, зимний еще будет сложный, хотя тут вообще вышивать нечего, тут один бэкстич, лонгстич, вот, мне кажется, вот этот самый сложный, и я прям с него начала, ну, так даже и лучше, преодолела самое сложное в начале, теперь будет все идти попроще, вот, ну, в общем, пол дизайна весны у меня вышито, красиво получается, конечно, очень все такое воздушное, проработано, вот яички, тут есть французские узелки, я добавляла сама французских узелков в цветочках, вот так в серединочках, такая красота тут получилась, фон пол креста, вышивается быстренько, такое все легкое воздушное, прям классно, конечно, что сказать, смотрится очень красиво, и показав вам, отчитавшись по этому дизайну, в принципе, буду переставлять уже пяльцы, и готовиться к, так, камера, давай настраивайся, буду готовиться к тому, чтобы завершить весну, вот, еще одна веточка, птичка, рамка, и все, и дальше пойдем вышивать лето, вот, такая красота, что еще, ну, по этому дизайну, в принципе, все, больше ничего, надеюсь, что дальше будет все попроще, рада, что уже кое-что у меня вышилось, вот, ну, все, дальше, дальше буду его продвигать, и идем дальше к следующим, к следующим моим процессам, так, ну, этот процесс, я думаю, вам не нужно представлять, и обложки показывать не нужно, ничего здесь показывать, рассказывать особо не нужно, я думаю, многие знакомы с дизайном фирмы Панна, оберег, ключ, мудрость, знания, там, ну, все такое, ой, какой классный, классный процесс, я здесь заменила основу на лиду 27 каунта, очень люблю эту основу, и забрала этот процесс на работу, потихоньку, там его вышивала, вышивала, сколько сил было, ну, вот, видите, хорошо я его продвинула, и на этих выходных, в пятницу, я его забрала домой, и вчера уже с ним работала, вот ниточка еще даже осталась, что вышивала, вышивала бы в стечь, на работе я вышивала только крестики, и все, вот, где здесь бы в стечь, все это было пусто, вчера села и стала вышивать бы в стечь, он вышивается, вот здесь это меланж, здесь просто синие нитки, здесь меланж, также вышивала металликом, кстати, металлик гамовский, мне очень понравился, хороший себе такой металлик, никаких проблем, вообще, замечательно вышивался, не знаю, почему его так ругают, прекрасный, вот, ну и вышила я здесь, бэкстич, бэкстич здесь, знаете, муторный, он не такой простой, легкий, как оберег домашнего очага, здесь нужно так вот, вот, поработать, вот эти все переплетения, все посчитать, вот этот тоже такой муторный, муторный, тут столько всего, вот, ну, зато видите, какая красота уже получилась, также вчера вышивала, вот эти два ключика, вот этот практически вышила, а центральный, центральный он не вышивается, здесь только бэкстич вышивается, чуть-чуть какие-то штрихи, я так подумала, посмотрела, решила, а может быть, его лучше вышить бисером, будет очень, ну, так ярко, контрастно, у меня остался бисер от невесты, Милл Хилл, так, мелкий такой, не видно его, вот такое серебро, не покажешь, тебя бисер, как тебе показать, как тебе показать, вот такое мелкое серебро, я не знаю, вот так, в тон, подходит прям к металлику, прям вот классно-классно подходит, и я думала, может быть, вышит, но я смотрю, мне его не хватит по количеству, это нужно либо дозаказывать, именно вот этот бисер, либо можно поискать в моих запасах, ну, я думаю, что-то можно найти тоже с такого цвета, и вышить бисером, мне кажется, такая интересная идея, как вы считаете, ваше мнение, мне тоже очень важно и интересно, вот здесь у меня вышито уже 50% вышито, у меня появился павлин, такой важный, тут у меня есть заяц, но его не видно, тут такой символ, сверху символ, вот, цветочки красивые, ну, в общем, процесс легкий, приятный, знаете, садишься, ей за вечер, прям вау, продвижение, он такая отдыхалочка, очень-очень классный, не так сейчас много, потому что, когда вышивала на работе, вышивала на пяльцах норги, и где останавливалась, там нитку просто вот оставляла дальше, красиво все, меланж, сочетание с металликом, что сказать, что сказать, видите, какая красота, вот, очень-очень довольна этим процессом, так, ну что, по этому процессу все, и давайте посмотрим еще один процесс, новенький процесс, у меня старт был, был 31 числа, старт, так, приехала коробка, у меня садится уже батарея, нужно спасать камеру, нужно бежать за зарядкой, так, начнем издалека, начнем с организации, раз, так, здесь у меня нитки, это не все, у меня много цветов еще не хватает, но вот то, что было в моих запасах, вот они уже здесь подобраны, ниточки, дальше, пакет с дополнительными материалами, ну здесь нитки, которые еще не в процессе, не перемотаны, ниточки, дальше, пока, одна пачка бисера, нужно будет еще докупить, и вот столько у меня металлика, рейнбол гэллери, все, приехали, рейнбол гэллери металлик, 4 металлика, так, два это с другой, миробилии, а два вот с миробилии, которую я вам сейчас покажу, по металлику, здесь у меня отдельная история, сейчас все покажу, расскажу, металлик, вот так, металлик, металлик сюда, здесь у меня еще приготовлен, вот такой органайзер для блендов, такой у меня здесь бленд, пока лежит, еще не организованный, потому что я спешила, и когда только получила ткань, мне ткани не хватало, я прям в тот же вечер начала, у меня прям аж руки тряслись, как мне хотелось начать, ну, я думаю, вы догадались, вы догадались, это ангел мира от Lavender and Lace, ой, какая шикарная разработка, девочки, она такая классная, такая красивая, просто, ой, не могу, это моя любовь, это мой самый-самый-самый сейчас любимый процесс, не просто потому что она мне нравится, здесь у меня процесс классный, и, как я вам говорила, мне не хватало ткани, я заказала на шелковой нити ткани, мураны, и я их ждала, ждала, потом ко мне приходит вот такая красота, вот такая вот мурана с разводами, и я, в принципе, была готова вышивать на этих разводах, все красиво, ну, по ключу я искала вообще ткань, но я ее не нашла, поэтому подбирала максимально, такой близкий оттенок, и вот нашла вот такую мурану, но когда стала как бы организовывать процесс, подбирать там, ну, там, собирать нитки, считать центр, не центр, сделала вот так, и я увидела, что с обратной стороны у нее очень ровный, такой приятный оттенок, серо-стальной, стальной оттенок красивый, и, знаете, я поняла, что эти разводы мне не нужны, да, они, конечно, классные, но здесь пасмурно, так все как-то хмуро, а здесь солнечно, я хочу солнечно, я хочу вот эту вот, ой, 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 этой красоты хочу, поэтому, девочки, я вышиваю, я не вышиваю с разводами, я вышиваю на другой стороне, я вышиваю на, на однотонной основе, я сейчас убрала там биндеры, да, чтобы показать вам основу, поэтому вот так, на маленьких кюснапиках она у меня вышивается, и покажу вам поближе, что у меня здесь уже навышивалось, это, конечно, снов, сшибательный процесс, вообще, такой бомбический, ой, девочки, не знаю, у меня не хватает слов, у меня одни эмоции, я несколько дней его вышиваю, и просто в таком восторге, мужа показала, муж тоже в восторге, это процесс, процесс года, все, процесс года, значит, что у нас здесь, что я вышиваю, рассказываю, так, вот этот вот маленький пятачок, вот этот вот пятачок, ну, такой участок отшитый, это у нас вот здесь, вот этот маленький пятачок, вот тут, вот тут я вышиваю, вот здесь, простите, вот здесь я вышиваю, вот этот участок, представляете, вот этот участок, это всего лишь, вот такое маленькое пятнышко, работа будет большая, 250 на 270 крестиков, в сантиметрах я не помню, где-то 45 на 60, основа у меня 50 на 70, стандартный кусок, ну, в общем, такой будет большая, красивая работа, солидная, я в восторге от зеленых оттенков, очень люблю зеленый, здесь хорошие переходы, вышивается крестиком в две ниточки, здесь мурана соответствует у нас 16 каунту, крестик ложится просто превосходно, основа эластичная, крестики ложатся аккуратно, и я поняла для себя, что мои любимые основы, это линда и мурана, все, вот мурана, теперь будем скупать все мураны, линду и мурану, действительно очень классная основа, мне нравится, чтобы основа была эластичная, не люблю вот, как у Евы Обельхорна, она не эластичная, она вот, там, конечно, синтетика, вот она как шторы, а эта основа, она эластичная, она и форму держит, но и в то же время позволяет давать, не знаю, проходить иголочки с ниткой более, более свободно, вот, и на этом участке вы видите много пробелов, это те цвета ниток, которых у меня нет, и это меня ставило, как бы, в сложную ситуацию, потому что мы до сих пор, представьте, находимся на карантине, мы 6 ноября находимся на карантине, все магазины закрыты, и я думала, что же мне делать, придется вышивать, и оставлять постоянно пропуски, потому что ниток нет, не хватает, но счастливый случай, счастье, с понедельника, уже завтра карантин, ну, смягчают, не снимают, смягчают, и магазины начнут работать в каком-то режиме, таком, в ограниченном, в общем, я завтра буду прорываться в магазин за нитками, и чтобы заполнять все эти пропущенные участки, также вы видите здесь очень много золота, вот, вернемся, теперь перейдем к металлику, обсудим металлик и золото, здесь участвует, оп, вот такое золото, светлое, и вот основной цвет, вот он, Би-ки 01, он идет вот здесь, если вы видите, здесь есть такая шахматка, небольшая клеточка, вот, вышивается металликом, предлагалось металликом в две нитки, ну, это очень грубо на мой вкус, вот здесь вот, видно, я внизу пробовала вышивать, сейчас вам поближе покажу, пробовала блендом вышивать с простой ниткой, мне не нравится, вот в одну ниточку металлик ложится аккуратненько, ровненько, блеска много, и вот, вы представляете, вот вышила я здесь, ну, всего ничего, маленький такой пятачок, вот эта бобинка, она уже у меня на половину, использована все, мне бобинок этих нужно в этом процессе много, и почему-то в схеме не указано, сколько нужно материалов бобинок, сколько чего нужно, поэтому мне придется дозаказывать, дозаказывать буду на сайте 123stitch, потому что там дешевая доставка, идти будет долго, я понимаю, что это месяца два ждать, но, она же у меня не быстро вышлится, да, я буду, вот сейчас я вышиваю низ, где есть металлик, дальше пойду вверх, пока придет металлик, потом уже можно вышивать вот другие участки, видите, здесь металлик, а все, что желтым, надеюсь, видно, вот все, что желтым, это все металлик, вот эти украшения, все металлик, вот здесь в юбке все металлик, вот здесь все металлик, вот здесь металлик, вот здесь металлик, я даже не знаю, сколько мне нужно его заказать, но закажу пять, у меня есть и другие металлики, но я уже этим начала, уже будет видна разница, правильно, поэтому придется дозаказать, закажу пять бобинок, вот такого золота, но еще две, наверное, вот такого там тоже его много используется вот эта бобиночка у меня идет с рождественского праздника и я ее тоже буду использовать здесь, потому что здесь есть бленд вот этого металлика и вот этого, я так прикинула что, ну, почти как бленд, да, вот так вам видно вот, почти как бленд другой оттенок, другая структура и мне кажется, будет интересно смотреться вот этот металлик, не бленд использовать в две нитки грубо, а вот одну ниточку вот этого вот, поэтому я его тоже сюда забираю дальше, здесь есть еще бисер, который я не купила почему-то он как бы, когда я покупала на 1-2-3 стич, он там не высветился у меня в материалах, я бы его купила но почему-то он не высветился, мне нужно докупить еще вот такой золотой и вот такой крупный золотой какие-то бусины и сколько бисера тоже не указано, поэтому докуплю еще пачку вот этого, по две вот этого ну, уже пусть будет с запасом вот такой мой ключ вот, такая у меня здесь история ну, в любом случае, уже старт есть материал, в принципе, у меня на начало есть я вышиваю с огромным удовольствием это просто самый-самый кайфовый процесс на сегодня здесь такое все яркое сочетание зеленого и золота просто невероятная красота вырви глаз можно сказать, я обожаю такое и вот посмотрите, вот здесь у меня еще есть вот такая лягушка она сюда по цвету очень подошла пусть по тематике, наверное, не подходит царевная лягушка, да но по цвету подходит ой, я не знаю у меня прям слова теряются и я начинаю делать только вздохи, охи, ахи как мне нравится этот процесс ну, что ж начала буду потихоньку продвигать вышивать, как получается у меня в приоритете рулетка сначала выполняю задание потому что там процессы поиска а потом уже все, что остается я делю на другие работы вот такой у меня старт состоялся это такое начало и будем все будем дальше работать вышивать, продвигать отличный старт отличный процесс очень долгожданный вот такие вот здесь у меня новости ну и остался еще один быстренько-быстренько его смотрим и переходим к покупкам я надеюсь, камера выдержит и я смогу доснимать это видео потому что батарея садится и так, еще процесс марта месяца это набор Dimensions называется Мать-Земля у меня сборка с оригинальными нитками основа здесь Dimensions ну, такой сложный процесс для меня потому что материалы в нитке не все здесь качественные поэтому приходилось долго у меня был долгий период адаптации к этим ниткам я сначала попробовала расстроилась не могла снова приступить ну, знаете, сейчас уже все адаптировалась нормально вышиваю как видите, есть продвижение и представьте Сага говорит, что у меня здесь 30% мне даже как-то не верится что здесь может быть 30% вроде бы я здесь как-то еще даже и не полностью здесь не, вот здесь вот так уже 30% меньше, мне кажется ну, может быть, я там что-то зачеркнула может быть, бэксич зачеркнула и поэтому она мне так посчитала что 30% вот, кстати, бэксича здесь еще нет и я думаю, что в апреле месяце я уделю несколько дней этой работе вышью обязательно бэксич ну и дальше уже буду перекручивать основу буду делать еще подход и буду вышивать дальше, конечно же, эту работу яркая, очень яркая прям такая вырви глаз ну, в принципе, несложная и очень интересная хочется посмотреть, как оживут разные животные вот тут жабка, тут крокодил тут пеликан здесь волк будет ну, тут птицы, дельфины морской конек лебедь, бабочка хорек будет черепаха ну, тут растения ну, в общем, такое разнообразие очень яркое тропическое не тропическое ну, тропическое цветы тропические, кстати уделила ну, 3-4 дня наверное, этому процессу может быть больше уже сейчас не вспомню блокнота с собой нет ну, немного времени вот такое хорошее продвижение в общем, я довольна по чуть-чуть пусть двигается так вот если будет ему так вести к концу года мы с вами даже и финиш может и увидим но если совсем финиш не случится ничего страшного увидим в любом случае в следующем году на то у нас столько процессов мы все вышиваем потихоньку все продвигаем так, ну что быстренько вам все протараторило по моим финишам и стартам процесса давайте быстренько пробежимся также по покупкам ну, и будем уже закругляться и так быстренько о покупках покупок покупок у меня в общем-то было очень мало ну, тем не менее покажу так, во-первых покажу вам заказ с сайта шелковая нить ткань с моей миробили я вам уже показала не буду сейчас опять сюда тащить и также я купила еще еще плюс четыре ткани также я думала может быть я буду вышивать этот дизайн на мурана цвет нуга он, конечно совсем другого оттенка с оригинальным если брать но тоже приятный цвет и я думала что если мне не понравится чтобы был какой-то выбор как-то можно было бы определиться и выбрать что-то так беленькая бумажечка всегда нужна чтобы можно было показать цвет основы вот цвет нуга он такой сложный оттенок его сложно описать но он приятный и я думаю что обязательно мне пригодится вот дальше я приобрела я приобрела белфаст 32 аккаунта размер 50 на 70 все 30 на 70 ну стандартные самые большие первый раз я покупаю белфаст здесь черный цвет черный черный я конечно же вы знаете в таком замешательстве смогу ли я вышивать на такой основе здесь такое переплетение хитрое как у пермина плохо видны переплетения вот такая однородная однородная основа покупала не просто так покупала к сэмплеру вот такой у меня здесь есть сиамский как там фашн да вот такой вот сэмплер здесь два дизайна предлагаются можно выбрать на выбор вышивать там два две схемы уже заговариваются две схемы можно выбрать вышивать две схемы либо на выбор одну вышить первый раз я покупаю этого производителя да и вообще у меня опыта нет сэмплерами увидела этот сэмплер мне понравилось мне казалось что здесь вышивка будет на синим фоне мне хотелось синего такого фона а здесь не все так просто здесь черный белфаст 32 каунта вот такая сложная вообще сложно сумасшедшая основа может быть вот так поставлю вам листочек чтобы вы увидели какие здесь переплетения если вам это поможет не поможет не видно ну в общем-то я думаю многие из вас знают и здесь вышивка шелком но я шелк пока не покупала для меня все космос я вообще в этом не разбираюсь и у меня идет еще одна схема не от этого дизайнера от другого дизайнера сайта линго трясечком и там сразу уже был шелк я могла его заказать я решила сначала купить то что было в наличии из шелка попробовать вышивать и потом уже определиться буду я искать этот шелк заказывать либо может быть я заменю на ДМС и точно так же прекрасно выщу нитками ДМС пока я еще не решила мне нужно так камера все-таки не выдержала но возвращаемся и так значит я жду другую схему с сайта 123stitch с шелком сначала попробую шелк попробую что это такое и потом буду принимать решение и возможно даже я может быть на Белф если не буду вышивать я вышивать на Эди но не знаю пока я буду думать я так как я делала заказ я взяла эту основу и по ходу дела уже буду определяться на чем я буду вышивать но ткань здесь конечно такая сложная так что еще что еще так теперь для души нет сначала давайте то что ко мне едет схема ко мне едет интересная схемка с шелком дорогая схема но я ее в нее так влюбилась что просто знаете я я решилась и это у меня Нью Кастл 40 каунт размер 50 на 70 это дизайн будет вышиваться на 40 каунте это очень такая меленькая основа меленькая но на цвет здесь светлый поэтому я думаю что я справлюсь вот здесь у меня больше уверенности чем в черной основе такой желтоватенький нежный желтый цвет я думаю что есть у меня шанс справиться с этой основой меня покорил один дизайн и я решила взять взять и попробовать эту схему там шелк будет там много всего интересного размер здесь 50 на 70 я пока еще не знаю весь ли у меня отрез идет или нет если будет оставаться небольшой кусочек у меня есть маленькая схемка которая тоже вот на 40 каунте вышивается и поэтому я в общем на это рассчитываю что у меня что-то останется вот в общем у меня здесь получается две основы у меня как говорится для души просто так нуга цвет нуга и вот этот зеленый это ну это просто это лето это это что-то я люблю зеленый цвет такой классный зеленый цвет ну я даже не знаю что на нем я буду вышивать у меня нет никаких идей может быть какая-то миробилия есть на зеленом цвете я даже не знаю нужно будет посмотреть ну такой красивый зеленый цвет однородный прям шикарный ой бомба не знаю мне засвечивает сейчас освещение он придается каким-то таким светлым он правда он такой очень темно темно-зеленый такой цвет насыщенной травы так ну здесь есть номера здесь нет названия цветов ну вот такие вот красивые красивущие отрезы ко мне приехали я влюбилась в мурана прям и вот этот цвет мне нравится ну гай вот этот зеленый ну тот цвет на котором я сейчас вышиваю мою миробилия это вообще с ума сойти так и еще один заказ ко мне приехал я прям старалась сильно не растаскивать по процессам все мои эти красивые штучки это заказ с группы вконтакте Марины Шматковой Shining for you у нее много красивых интересных магнитиков этих разных решений прикольных и вот я сделала заказ так купила несколько магнитов давайте начнем с магнитов вообще у Марины очень все так вкусно красиво приходит упаковано мне нравится как она подписывает карточки рукой подписывает все желает хорошего успехов там почат всего всего вкладывает еще вот такие карточки привет мы твои новые помощники интересно тоже все так прописано с настроением так давайте начнем с магнитиков давайте начнем с магнитиков то я увлеклась и уже не знаю за что схватиться все такое красивое глаза разбегаются и хватаешься то за одно то за другое приклеились прям все магниты так вот такого вот я приобрела петушка так не приклеивайся к моим магнитам вот такого приобрела петушка я люблю эту тему корочки петушки вот подумала что мне нужен такой магнитик такой красавчик украшать какой-нибудь маленький маленький процессик интересный и к нему я заказала вот такой маячок тоже красивый вот я пока еще не придумала на какие ножнички я все это организую у меня есть ножнички конечно разные тоже аксессуарчики нужно будет сделать такой себе комплект здесь натуральные камушки вот эти очень красивая бусинка в виде цветочка так внизу короче вам ее показать видите вот такая вот бусинка цветочка вот так лучше а то я не знаю прям как мне показать вам сделала увеличение а вот в увеличении вам покажу вот такие вот красивые здесь вещи вот такая бусинка все это натуральное все очень приятное очень красивое дальше вот такой магнитик это подарок гельфинчик с жемчужинкой очень сильный здесь магнит прям очень сильный красивый конечно же красивый магнитик блестит переливается с огромным удовольствием уже им пользуюсь ну и птичка сейчас же у нас птички птички райский сад там птички цветочки и конечно же вот такая красивая птичка не удержалась вот такие у меня красивые новые помощники так не магнитится все по сторонам все это друг от друга не магнитится вот дальше у меня здесь в подарке нитковдеватель вот такие интересные деревянные пуговки нужно будет куда-то их пришить оставлять без внимания и вот тут еще что-то у нас в подарке сейчас мы откроем что-то еще было я уже ааа у меня же еще иголочки здесь были точно сейчас покажу все покажу так ну и здесь такой красивый камушек я еще ничего не носила потому что хотела сначала все показать вам все было вот такой красивый украшение камушек натуральный подвеска такой красивый камушек очень красивый и еще были две вот такие красивые счетные иголочки тоже я вам их уже показывала такие красивые иголочки в общем наши рукодельные радости вот так покажу украшение очень красивое ну и вот так на ткани еще раз покажу все эти прелести как красиво смотрится петушок на зеленой ткани все такое природное иголочки магнитики что еще нам нужно такие красивые ткани аксессуары процессы теперь будут продвигаться намного быстрее шустрее ну вот это все мои процессы за март месяц я довольна своими результатами у меня есть финиши у меня есть два прекрасных старта и продвигаются другие мои работы я в общем-то очень довольна и на этом будем завершать хочу пожелать вам хорошего настроения всего самого самого прекрасного в следующем видео мы поговорим о планах поэтому до новых встреч и всем пока пока Субтитры подогнал «Симон»